Дамский угодник Дмитрий Адепт буддизма Андрей и еще один Андрей, успешный бизнесмен. А невеста у нас Снежина, давайте знакомиться. Всем привет! Именно Снежина, а не Снежана. И если вы меня очень плохо знаете, очень скоро вы будете искать информацию обо мне в интернете. Сегодня со мной Таня и Лена, мои подружки. Я очень сильная и честная, и не потерплю фальши. Мы готовы выбирать женихов. Они должны побояться, потому что мы настроены в боево. Снежина, 32 года. Жених жил за ее счет, а за три дня до свадьбы ударил ее. Была готова все простить, но он отменил бракосочетание. Снежина телеведущая, продюсер и певица. Признается в трудоголизме. Мечтает создать собственный телепроект. Гордится тем, что однажды, опоздав на самолет, уговорила авиакомпанию платить ей билет на следующий рейс. Снежине не нравится полные и кривоногие мужчины с усами. Выйдет замуж только за верующего и умного человека со спокойным характером, который позволит ей заниматься любимым делом. Вот такая вот снежина. А вы родились в России или в Болгарии? В городе Оренбурге. Я помню тех залетных красавчиков-то, которые приехали в Оренбург. А работа, я в школе училась. Сдать мамка тогда и влюбилась. Да, именно так и произошло. Ну, потом расскажете. А пока, Василиса. А пока пришла к нам за земной любовью. Вообще, любви же несколько видов, но я бы сказала, что Вас интересует та самая разновидность, которая приносит больше всего удовольствия. На брутального ищет. А, брутального и на дикого. Дикого. Солнценно, да. И Вам нужна любовь для покоя, неги, для удовольствия. Из гидонистических, можно сказать, соображений. Мужчина должен быть прежде всего объектом удовольствия для нее. Но мне кажется, что это нормально абсолютно. Но вряд ли Вы будете искать какого-то очень тонкого духовного единения или обязательно мужчину, который бы Вас исключительно финансировал. Вам скорее хочется, чтобы он просто крепко стоял ногами на земле и был достаточно спокоен, предсказуем. Ну, в общем, это такое любовное спа. Я бы сказала так. Как замысловато. Есть шанс у нашей невесты найти жениха себе? Мы же из шоу-бизнеса, а нам, умницам и красавицам, тяжело, извините, найти вот любовь такую прям чистую. Поэтому я сегодня на стреме буду. Есть вероятность. Итак, Вы родились в Оренбурге. Папа у Вас болгарин. Да. Папа до сих пор или есть? Или как, закончили газ скачать? Нет, нет, ни в коем случае. Все у нас хорошо, полноценная семья, они любят друг друга и являются тем примером, которым я хотела проследовать. Братья и сестры? Сестра есть, младшая. А он остался в Оренбурге или уехали они в Болгарию? Сейчас они в Оренбурге, хотя мы очень долго прожили в Болгарии. Ну, она очень спокойная, в принципе, не испорченная девочка, хорошая. Да, первое впечатление очень хорошее. Но Вам где ближе? Вы себя ощущаете кем? Ну, будет громко, если я скажу, что я космополит, но мне везде хорошо, и меня везде принимают за свою, я владею иностранными языками, и поэтому, в принципе, барьеры... А в Москве сколько уже? В Москве уже в 12-й год. А вот тот молодой человек, который Вам столько нервов попортил, это уже во взрослой жизни или все это было до приезда в Москву? Это было самое начало моего пути в Москве, поэтому я была несколько напугана, не знала, как себя вести. Сколько лет было? Мне было 21. Снежиночка, как такое могло произойти? Он же Вас ударил, и Вы же к нему должны были на коленях ползти, может быть, что-то такое сотворили, что ударил это мягкое было наказание для Вас? Нет, я бы не сказала... Ну, вкратце историю. Ну, я бы сформулировала более как-то так лояльно к нему, скажем так, несмотря на то, что это действительно было, сильно толкнул, но, в принципе, если мужчина такое себе позволяет по отношению... Перед свадьбой. Тем более перед свадьбой. Значит, было за что. Да, значит, было за что. Или просто мужчина недоразвит. Маленькое, не хватает. Ну, я считаю, мужчина должен держать себя в руках. Может быть, закрутился перед свадьбой, столько было забот, клопот всяких. И вам показалось. Я его не оправдываю, нет, это действительно было, это факт. Я очень открыта, откровенна и готова об этом говорить. А по поводу чего? Я не могу это объяснить. То есть в полуссоры. Ну, он уронил на ковер какой-то салат. А вы в грубой форме ему сказали. Да, 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 ему сказала, что... Ковер дорогой был. Руки растут не из того места, да, что-то в этом вроде. Ну, что-то вроде этого. Ой, девочки, вы, конечно, своим никогда не говорили и не делали замечания. Да, что ты мне делали? Лариса, что ты, наоборот, я совершенно без всякого осуждения. В семейной жизни заключается всё. Дело не в ковре, Рос. На самом деле, если он не смог выдержать такого небольшого эмоционального напряжения до брака, то, знаете, терпел ли бы он ваш пилёж в браке потом. Поэтому отсеялся, и слава богу. Я на самом деле очень счастлива. Я благодарна Богу, что так произошло. Вы же позвонили его маменьке за помощью, обратясь к ней. Да. Она сказала, ты такая сякая, должна к моему сыну на карачках ползти, чтобы вымылись прачи. Я была очень удивлена, действительно, потому что я очень была... Уже вошла в семью настолько крепко, что меня там очень сильно любили и приняли. Ну, вам так показалось? Мне кажется, что нет, не было цели захомутать меня. Вы так любили, так а свадьбу они оплатили? Ну, я бы не сказала. Ой, ничего, нет хорошая любовь. Да. Ну, там в основном, в таком возрасте обычно, когда ребята, родители договариваются, делают всё в складе. Не, ну, если она всю свадьбу сама делает, то, говорит, а родители его... Его родители её любят, а сами практически ничего не дали. А вы на свои деньги? На свои деньги всё. Практически, да. Так вы его ещё и содержали, судя по всему, да, все это время? Да, была мамашка там. Это что же за любовь такая? Ну, вот какая-то слепая любовь. Может, так хотели зацепиться в Москве, честно? Ну, нет. Судя по тому, что я зарабатывала и содержала себя и его, москвича, с квартирой и с интеллигентной семьёй, вряд ли можно сказать, что я пыталась как-то зацепиться. Ну, интеллигентные семьи, они в большинстве своём такие. Снежина, но вы ведь пошли после того, как он вас ударил, всё-таки на гордость на своё наступили и извинились за что-то, и сказали, всё равно давай жениться, потому что люблю. И долго ещё любили. Нет, если честно, очень быстро разлюбила. И мне кажется, на тот момент, когда я действительно попыталась сохранить это и пойти дальше, и выйти замуж, я была ведома неким чувством какой-то ответственности перед теми людьми, которые приехали из Франции, из Оренбурга, из разных мест. Ну, это да, понятно. Вы хорошая девочка с хорошим воспитанием. Снежина, вы необыкновенно хороши собой и выглядите здорово, если не сказать, что вам 32 года, язык не повернётся. А что так? Тем более для вас, для болгарки наполовину, южанки очень быстро, ну, как-то матереют. Это что, ген... Это оренбургское молоко, мне кажется, всё-таки, в детстве. Есть ощущение, что уже где-то вы опаздываете, не успеваете куда-то? Нет, есть ощущение, что я абсолютно созрела для нового этапа в своей жизни, и я надеюсь, что вы мне поможете выбрать того человека. Тебя не смущает возраст девушки? Нет, меня абсолютно не смущает возраст. Тебе бы не хотелось девушку иметь помоложе тебя? Да, возраст не главное. Ты же выбираешь девушку, тебе с ней жить, в принципе, очень долго, она же должна быть красивой постоянно. Ну, я думаю, у вас-то проблем нет с женихами, потому что вы такая яркая. А что в них не устраивает? Вы знаете, очень многие... Я объясню, почему, Снежиночка, когда такие вот красавицы приходят к нам, успешные, вы продюсеры, вы поёте, вы не бедная, то телезрители это раздражают. Они говорят, ну уж если такая вот и одинокая у неё проблема, что же делать мне? Поэтому всё время приходится оправдывать и рассказывать им, что у нас люди неподставные, что у красивых и талантливых и обеспеченных тоже есть проблемы, тоже вывести замуж тяжело. Вот вы меня убедите, чем вам те парни, которые к вам клеятся, нехороши? Почему вы на них не остановитесь? Есть люди, которые очень пытаются до этой яркости прикоснуться. Они хотят быть причастны к тому миру шоу-бизнеса, которому я принадлежу, и не успевают заметить мою глубину и мои качества. То есть они цепляются за напускное. Мне всё-таки хочется найти человека, который бы вне зависимости от того, чем я занимаюсь, смог узнать и понять меня такую, какая я есть. А какая вы есть? Вы сами себя знаете? Да, мне кажется, что я себя знаю. Я очень глубокая и верующая, и для меня превалируют всё-таки человеческие ценности. А мужчинам это не нужно с теми, с кем вы общаетесь? Нет. Им говорят, да ладно, снижена, грусты. Ну, зачастую тем мужчинам, которым я нравлюсь, считают женщину как современный аксессуар. Как девушка ходит с собачкой, мужчины ходят с девушкой. Вот видишь, девушка ходит с собачкой. У тебя их две, будет три. А где вы с ними знакомитесь? В основном они знакомятся со мной в дорогих ресторанах, в дорогих заведениях. Там, где вы работаете? Да, где проходят съёмки. А поскольку работаете вы много, чтобы выжить, у вас, вы мои девочки, так скачаете. Это для всех, для всех. Это кажется, что раз ты на виду, значит, проблем никаких не будет. Прическа интересная у меня на голове. Я бы сказал, платье у неё забавное. Шарфик тоже в шоуруму. Это шарфик? А, кстати, вот, Лариса и Василис, скажите, я знаю, что у телевизионщиков достаточно мало вот таких счастливых браков. Это что, ну, всё уже видели, нечем удивить или всё-таки отсутствие времени выстраиваются отношения? Почему нет нормальных, хороших, счастливых, долгих браков? Формированный на рабочий день. Раз. Мужчина, если он не в этом бизнесе, фантазирует себе, бог не видит, что. Ему нужно здесь покрутиться, повертеться. Он поймёт, что здесь чай выпить некогда, не то, что закрутить роман. Это два. У людей, ну, как говорится, с улицы зачастую бывает такой комплекс неполноценности. Ему кажется, что, ой, ну раз её по телевизору показывают, она такая козырная, у неё всё так здорово, я ей дать ничего не смогу. Ну и вот всё вокруг этого. Но есть ещё и другая проблема личностная. Вообще говоря, люди творческие – это люди солнца. А люди солнца – это те, кто живут из себя, очень мало кого вокруг себя замечают, и очень часто эгоцентричны в той или иной форме. Интересуются своими проектами, своими делами, живут своими мыслями. Естественно, партнёру иногда нет ниши, в которую он мог бы встроиться, стороны, с которой он мог бы к вам подобраться. Да, и большая редкость, если мужчина вот настолько великодушен, посмотрел, увидел, он вот так от природы наделён огромной душой, что ему не жалко себя и наблюдать, как его красавица-жена там самоутверждается, какие у неё успехи. Когда он к ней относится и как к жене, и как к любимому существу, о котором ему хочется заботиться. Вот как к дочке не обязательно в этом аблю-сю-сю, а когда хочется отдавать. Это правда большая редкость. Поэтому вам хорошо бы пару среди своих. Очень бы хотелось, чтобы это было не непосредственно ведущий, певец, артист, а какая-то смежная область, чтобы даже мог быть в помощь. А ещё Снежина, вы смотрите, вы уже готовы, вам 32 года. Соответственно, мужчина должен быть уже взрослым. А это значит, он тащит с собой прошлую жизнь, жёны, дети, опыт, страхи, боязни. Поэтому вам сегодня уже... Не говорите про то, что сердце, химия, про любовь как можно меньше, хотя я всегда переживаю, что... Да? Ну, будьте более уже сегодня взрослые и практичные, потому что вам правда нужно уходить замуж. По следуя вашему совету. А вот у вас с Ватей, Леночка, ой, какая красавица. Спасибо. Вы не замужем? Камер Диас. Я тоже не замужем. Правда? А что случилось? Я просто в курсе, что вы были... Как это? Если бойфренд, а это как? Гёрл? Гёрлфренд. Вот, да-да-да, френд, которая с гёрл. Да-да-да. Дима Билана. Да, дальше гёрлфренд не зашло. Но, кстати, слушая вас и Ларису, я, наверное... Потому что очень часто меня спрашивают, почему, почему не сложилась свадьба. Ну, очень... Если бы знали ответы на эти вопросы, может быть, причины были тогда бы разобраны, и мы бы, ну, ошибок бы избегали. Но причина поверхности. Ну, на самом-то деле, мы... Почему Басков не женится? Ну, ребят, ну... А Микерург! Лена какая? А Микерург! Нет, Микерургом у меня никогда ничего не было, действительно. Ничего не было? Абсолютно. То есть, невеста Микерург, другая абсолютно девушка, тоже русская, тоже модель. А фотографии-то были прям... Ну, фотографии... Это же не я на фотографиях. А кто? Имя моё подписано. А на фотографиях это не я, которая с ним, действительно, девушка. А насчёт Димы, вот мы действительно очень так ярко вместе зажигали, потому что я у себя в Нью-Йорке, Дима у себя... Ой, хорошо, хорошо. Ты нам тогда не рассказывай. И мы встречались и радовались там... Приходи, солнышко, к нам. ...каким-то моментом. Пожалуйста. Мы как расправ, девчонки, разберём и поможем. Вот Лариса говорит, по поверхности. У неё нет проблем. Я думаю, Беланг точно не для этой девочки. А мне нравятся девочки. Хорошие. Девочка мне нравится, но мне Беланг... Может быть, сложно, да, говорить это нашим телезрителям, но действительно сложно найти себе... Хотя не ищу я какого-то олигарха корыстного, там, из корыстных побуждений, ничего, но... Уже в зрелом возрасте уже какие-то свои, ну, устои, принципы, там, уклады есть. Леночка, я вас понимаю. И сложно время попуститься. Мне было 23 года, мне рук плескали, я ездила по всему миру, был железобетонный занавес, у меня не было никого. И первый, кто меня обогрел, это келажник, который возил тележку. Клянусь, я за него вышла замуж, потому что мне уже казалось, что... А кто меня возьмёт? А где? Негде. Одни какие-то либо уже женатые, либо непонятные... Возвращенцы. Какие-то водители, которые меня подвозили. А где знакомятся? Таксисты? Ну, ты, конечно, знакомятся-то, нет. Нет, у каждого есть свои зоны охоты, абсолютно у каждого. Ну, где вот у нашей, допустим, красавицы Снежины, её зона охоты? Ну, вообще говоря, конечно, ни телевидение, ни программа «Давай поженимся». Вам проще находить своих женихов в ситуациях, с которыми вы связаны финансово. Это не значит, что вам нужен денежный мешок, как я уже сказала, но всё, что касается работы, причём таких практических каких-то дел, может быть, каких-то взаиморасчётов с подрядчиками, или чего-то ещё, может привлечь к вам правильного мужчину. Тебе она не туда пришла, да? Да. Не там ищет? Мы тут так вообще потеряши. Давайте использовать даже тело, которые на ноги галтеров. Согласна, что это такое? Сейчас, может быть, придёт как раз человек, с которым можно будет замутить финансовые какие-то вещи. А ты говоришь, нет, она не для программ «Давай поженимся». Очень даже для нашей программы. Нет, я не сказала, что она не для нашей программы. Я сказала, что ваше место, что программа, нет, это не программа, не типичная для вас местной охоты. Я соглашусь с этим, но давайте использовать вот эти маленькие возможности, которые есть. Снежиночка, я думаю, мы уже кое-что про вас поняли. Давайте будем общаться. Девочки, а вы красавицы уже сами по себе, вам больше красоваться не надо, поэтому будьте пристрастны к нашим женихам. Хорошо? Хорошо. Ну, я просто, я быстренько. Потому что девушка у нас взрослая, всё прекрасно понимает. Значит, Снежина, мужчина для женщины не проблема. Мужчина для женщины должен быть решением. Вот, ну, а если уж бывает так, это только до свадьбы. Но если бывает так, что становятся проблемы, тогда можно действовать по принципу. Нет человека и нет проблемы. Поэтому сегодня лучше внимательно смотрим, а стреляем уже как снайпер в десятку. Снежиночка, вы моя землячка, поэтому я вам не задавала глупых вопросов, типа, умеете ли вы готовить, а какая вы хозяйка. По определению, девочки с Урала умеют делать всё, и хорошие хозяйки, поэтому в этой части у вас будет всё в порядке. Поэтому мне хочется, чтобы вы встретили мужчину, который будет ценить вас, вашу красоту, вашу женственность, и ваши желания, и умение быть хорошей женой и хозяйкой. Спасибо. Обращайте внимание на самого степенного, спокойного и того, в ком будет внутренняя равновесие. Это ваш мужчина. После рекламы женихи проявят свои лучшие качества. Оцените вместе с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы смотрите «Давай поженимся» у нас здесь Снежины. Идите, встречайте первого парня. Удачи. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Привет. Меня зовут Дмитрий. Очень приятно, Дима и Снежина. Да, свои у тебя крылья? Своё всё. Я 100% натур-продукт. Отлично. Спасибо. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. С кем вы? Это мои две подруги лучшие. Это Валентина и Альбина. АПЛОДИСМЕНТЫ Лучшие друзья получились подруга. Ну, понятно. Слава Богу, что не бриллиантовый шаг. Давайте на вас посмотрим. Дмитрий. 28 лет. Управляющий в проектно-строительной компании. Посещает тренинги саморазвития, учится искусству обольщения, прошёл школу экстремального вождения, прыгает с парашютом и общается с бомжами. На спор пробежал Красную площадь Галышом. Возлюбленная Дмитрия была его дальней родственницей, которая приехала в Москву погостить. Вскоре понял, что был нужен ей только из-за столицы. Надеется, что снежины и движут чувства, а не корысть. Ну что, это ингидиционизм врождённый или так, покураживаться? Врождённый. Нет, требовались деньги. Это просто звёздная печать. Нет, ну, каждый зарабатывает деньги собственным способом. А если у человека восходит Марс, ещё и Меркурием аспектированный хитро, этот человек готов, ну, не то чтобы буквально на всё, но он рискует напополам шутовством и способен, ну, вот быть таким хитреньким. А вот так и скажешь. А в некоторых ситуациях может быть даже несколько жуковатым, плутоватым, вот таким вот не совсем чётким мужчиной. Такой мужчина способен своей любимой женщине надавать обещаний с три короба, а вот будет ли он их потом выполнять, я как раз вот на совершенно не уверена. Он из тех мужчин, кто соглашается со всем. Любит властных, любит очень ярких и красивых женщин, обманывается в них. Приврать и сам способен, во-первых, но и самообманываться способен. То есть он женщину видит лучше, чем она есть, да фантазирует. Девушка, я по поводу приврать, я так думаю, что вы на Красной площади только бы вот расстегнули бы одно место, вас бы уже забрали. Псих. Интересно, на что он спорил, чтобы с голой задницей Красной площадь проезжать. Ну вообще, что ли, даже и без плаща, может быть, как Бэтмен там, голые, а плащик сверху. Не, ну я так не знаю. И только голые ноги. Или прям совсем вот? Совсем. Ну просто условия договора были такие, что мне на тот момент я работал, но мне неохота было там платить за институт. А сколько пообещали-то? 350 долларов на тот момент. Ты бы разделся за 350 долларов? Я бы... Даже мысли у меня такой не было. Конечно, человек неординарный. Из-за огня, да в полымя. Ну а что здесь такого? Поэтому надо его быстренько женить, чтобы у него еще чего-нибудь в голову не пришло и не выкинул бы чего-нибудь. А жена вот его усмирит. Дмитрий, а как так получилось, что приехала родственница к вам, и мама поселила ее к вам в комнату? Вам было на тот момент 14 лет. Да. А ей 18 родственница. 13. Вам было 13, а ей 18. И она мне не такая уже родственница, потому что у меня отец неродной. Это моего... Да ладно, хорошо, далее родственница. Нам у тебя огороды 300 лет не нужны, мы про другое. Ну короче, Димон, вот она поселилась на раскладушке, а вам 13. Ну нет, там по-другому получилось. Я бы все равно... Молодец. Молодец. Думает, а че парень будет утруждать себя? Престарелая, совратительница. Я сам принес эту раскладушку к себе в комнату и как бы... И со слезами, кордаве, половиной выпадшими молочными зубами сказал, Ходю, чтобы здесь спала. 13 лет. 13 лет, как ты молочные зубы. Я уже достаточно развитый молодой человек был. Да он еще и не понимает шуток. Да, развитый. Нет, не конкурент. Абсолютно. Ну так и вот у вас там по ночам такие были страсти. Баталии, да. Мамка не догадалась? Нет. Полтора года не знали ничего. Мы полтора года... Ну нормально прожили. Но потом она уехала. Потом, да. Получилось так, что она уехала и сразу же где-то буквально через некоторые... Вышла замуж и родила ребеночка. Нет, через несколько дней уже узнали родственники и вот уже они уже способствуются тому, чтобы мы уже вообще не встретились. Слушай, ну то через полтора года вам было 14 с половиной, и вам папа ремня не дал вообще? Ну это не мой родной папа, и я не давал возможность себе дать ремня. Вспомните, я в 14 лет тебе, конечно, хотелось... Я не хотелось там попробовать что-то. Конечно, мечтал. Там уже девочка взрослее, и там было что-то, она уже более развитая. Я набалдел бы на его месте, наслаждался жизнью. И вот вы пришли из армии, и вдруг она к вам нарисовывается. Я пришел из армии, да, и через месяц буквально она приехала, получил дело под Новый год, она приехала... С ребеночком. С ребенком, да. Молодец. Но замуж... Кто? Она, да. Ну а надо было все продолжать замуж. Там получилась такая ситуация, что когда вернулся я из армии, уже на тот момент все уже знали, что они просто все дружно, вся семья, да, как бы с ее стороны, с моей стороны, их понять можно. Они говорят, люди взрослые, тут цветочек помяли, 13 лет, как так? Как бы все были только за. Да ради бога, да пожалуйста, да мы вам квартиру там купим, там машину вам купим, давайте быстрее. А почему? Да ну что муж объелся груш, сделал шаг назад. Ну муж звонил с угрозой, да мы с ним потом нормально пообщались, и вы все нормально. Ну скажите, пожалуйста, а потом выяснилось, что вы-то ей не очень нужны. Ну получилось, да. А нужна московская прописка. Какой цинизм, боже мой. У кого? У нее. В любом случае человек неадекватен, и однозначно как бы, она его не выберет. Смотри, по Красной площади голышом, сладострастный. А с бомжами вы зачем дружите? Мне интересно, мне интересно, как человек мог как. Мало ли вам придется бомжевать. Нет. А вы их как бы же знаете уже изнутри. Вы знаете, вот там колька бомж клевый, вот там Марусь-то всегда нальет. Поэтому при жизни, как говорится, готовите себе аэродром. Просто мне интересно, как может человек дойти до такой ступени и просить денег. Если как, если у него есть руки. Нет, подождите, а вы как-то логика не работает, вы себе сами вообразить не можете, как это бывает. Например, мне для того, чтобы знать, что есть на свете папуасы, мне не нужно с ними встречаться лично. Мне достаточно представить, что вот... Но ты же по словам сама говоришь, что все люди разные. Мы взяли книжку, открыли телевизор, посмотрели. Лучше, чем мне расскажут по телевизору, или же я подаю, спрошу у человека сам. Нет, это такое очень любопытство странное для меня, сомнительное. Это так, что вот это изгибиционизм. А вы с этой школы не стоите в длинном черном плаще? Нет? Вообще я... На самом деле я вообще стал одним из пяти лучших продавцов Ауди в России. Да, я продавал автомобили 8 лет. Да, у меня есть сертификат, у меня есть много дипломов, у меня есть... Я увлекался многими вещами. Это просто вы зацепили. Вопрос задать. Нет, на... Вот глядя... Простите, пожалуйста, вот глядя на меня, вот как ты считаешь, какая марка автомобиля мне подойдет? Услышав о том, какая я, вот... Вот я стою перед тобой, сижу, вернее. Либо Jaguar, либо BMW. Потому что Jaguar, потому что он яркий такой. Я ее представляю в платочке, в очках, с открытой крышей она едет такая... Да. А мне какой? Зачем? Себе коня надо. И скидь на родину. Я тебя тоже... Объясните мне, пожалуйста, Снежина. Вообще вот этот вопрос о марке автомобиля, насколько он значим в отношениях? И вообще можно ли так проводить соответствие между какими-то душевными качествами человека или гранями личности автомобилем вообще? Нет, мы просто очень мало знакомы. Это его профиль. Я хотела сразу услышать профессиональный ответ. Это раз. А во-вторых, я выпросила себе комплимент, который я не получила на знакомстве. Вот и все. Молодец. Ну, я хотел сказать, дефибриллятора-то нет у нас. Я чуть инфаркт не словил. Дим. Ну, хорошо. Я так вижу, что вам нравится Снежина. Очень. Ну. Трудно. Правда, чтобы она вам не понравилась? Ну, она трудно. Вряд ли, что кому-то она вообще не нравится. Обещаете быть ей верным, не мотать ей нервы, быть благодушным. Девушка-артистка, будете есть на гастроли. Уйдите ей служить веру и правду. Вместе будете. А если не получится, денег же нужно зарабатывать. Ну, охранник нужен, в любом случае что-то нужно. Администратором? Да, администратором. Ой, мне так нужен администратор. Я буду представителем. Ой, вот это тогда клево. Организовывать. Ну, молоко, кола и мороженое. Ой, я уже недовольна. Вот представь себе, что ты рассматриваешь меня в качестве своей будущей жены. Ты бы хотел иметь детей? Ну, конечно. Ни одного. Мое тело – это храм будущей жизни наших детей. Ты начинаешь со дня нашего знакомства пичкать меня не очень приятными, содержащими всякой гадостью, химию напитками. Ох, какая она. Да, за здоровый образ жизни. Молодец. Молодец. А вот молоко я очень люблю. Понятно, тогда сами сделайте и выпейте, или девчонок угостите. Не так и вредно. И правда, понятен секрет того, почему одна, потому что нельзя же привередничать так при первом же сюрпризе. А то как в фильме «Любовь и голуби». Мне кажется, что женщина, которая знает, упоминает она. Сахар, сладкая смерть, соль, соленая. Я ем очень много и ем практически все натурального происхождения, кроме мяса. За знакомство. И я не то чтобы очень привередливая, но просто мне кажется, что поскольку у нас возраст зрелый, лучше сразу выяснять, что нравится и что не нравится, чтобы не было каких-то беззальнейших. Я не пил курукова каждый день. Спасибо большое, ребят. Спасибо. Вы проходите в свою комнату. Слушай, могла бы ради приличия сказать, что промолчать она, видишь, как сразу так. Не серьезно. Вы что скажете? Подружки. Несерьезный молодой человек. Несерьезный? Несерьезный. Ему гулять, прыгать, бегать. Голышом. Голышом. Дмитрий, конечно, мужчина не проблема, а головная боль. Прямо не знаешь, что от него ожидать. Да, есть. Не, не, не надо нам такое. Нет, он, конечно, неплохой, смешной такой. Я думаю, любить может и может быть верным. Пусть возрослеет. Если найдет свою пару. Вот такую же, похожую на него. А вы совершенно другая. Вы каждый раз будете, каждую минуту, нет, нет, это вредно для здоровья. Нет, нет, это неправильно, дорогой. Вы тоже такая девушка, непростая. О да, мне кажется, я как раз с первого своего жениха-то и затюкала этим. Хорошо, что это понимаете. Здоровая женщина, она в любом случае, что бы она ни пила, она самая здоровая. И по шее видно, сколько ей лет. Я бы ей дала 35. Месяц. 40 лет. 40 лет. 40 лет. Ну, 40. Не совсем ваш мужчина. Без спокойствия. Ну, вот эта родственница, это всем просто, кто сейчас смотрит телевизор, конечно, должен быть урок. Ведь можно растлевать не только девочек, но и мальчиков. Поэтому будьте осторожны. Дитё 13-летнее растлевала взрослая родственница. Это ужасно, на самом деле. Сколько угодно можно хохотать. Но факт есть факт. Новое знакомство через несколько минут. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Набирайте 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Оставайтесь с нами. В эфире Давай поженимся. У нас в гостях Снежина. Идите, встречайтесь со старым парнем. Снежина, здравствуй. Я рад очень с тобой познакомиться. Очень приятно. Разрешу, я тебе преподнесу маленький сувенир, но сделаю это за столом. Позволь? Да. Спасибо. Позвольте передать через вас эту жемчужину. Я достал практически со дна Сиамского залива и принес снижение на эту программу. А почему сами-то ей не отдали? Да. Ну, так у нас получилось. Так получилось у нас. Чтобы вы посмотрели. Какие все нарядные. В коробочки бы мог положить-то. Что это? Вывоз. Ракушка. Из стран запрещен ракушек. Ну, ладно. Так он здесь купил. Молодой человек, кстати, очень симпатичный. Он здесь купил, разбил и принес. На тебе вот. Держи. Спасибо. Не пойми чего. Ой, какая ты все-таки циничная. Ой, а что это? Зима и крылья. И что? Пускай готовится. У нас не бедный жених, в конце концов. Он дом в Таиланде у нее есть. Мог бы и не знаю. Построил себя. Из тростника. Тарзан. Приехал. Ну и хорошо. Давай с нас посмотрим. Андрей. 32 года. Имеет туристический бизнес в Таиланде. Занимается мотокроссом, плаванием, прыжками в воду и большим теннисом. Гордится съемками в фильме «Царь». Мечтает всей семьей жить в Японии возле монастыря. После разочарования в русских девушках Андрей собрался жениться на тайке. Но почувствовал, что она не готова к браку. Надеется, что снежина созрела для женитьбы. Что мешает 32-летнему Андрею уже обрестил конец своей счастья, Вася? Что там случилось? Ложное представление о том, что он уникальный. Мужчины с Венеры в Водолее, каждый считает, что они обладают оригинальным вкусом. Им нравятся необычные девушки, например, в таких оригинальных платьях, нетривиальные. Им кажется, что он один такой на белом свете. А у нас каждый жених, который приходит в программу с таким положением Венеры в Водолее, как наш Андрей, он все время попадается на каких-то нетривиальных ситуациях. То у него жена японка, то она неформалка, волосы в синий цвет, красит и так далее. То есть только кажется, что хочется чего-то необычного, и ты такой уникальный, и сам решаешь свою судьбу. В тот момент, когда человек делает свои выборы, он должен, на самом деле, задумываться над тем, что руководит этим выбором. Вот как только он себе ответит на это, так сразу сойдет с ума. Нет, не сойдет с ума, а начнет следующий выбор делать правильно, и тогда вот и до счастья рукой подать. Да он всю жизнь будет делать такие выборы. Человек уже взрослый. Есть шанс жениться? Нет у Андрея на твоем рынке? Как оцениваешь? Ну, вот я же сказала, он же человек не бедный, мог бы как-нибудь уважить нас в этом плане. Еще будет, да? Ладно. Нам ничего не мешает встретиться. Я вас в Таиланде приму как туриста. Он уже до бизнеса думает, все, в Таиланде, деньги. Почему вдруг Таиланд? Вот как только мужчина хочет там жить, я сразу его в каких-то пороках начинаю обвинять. Нет, объездить, все, культура. Да, морально разлагаться легче в тех местах, где тепло и дешево. Я думаю, что там люди как раз морально, так они живут, я думаю, поживее, чем здесь, в моральном духе. Я не знаю, что такое стрессы. То есть он хочет увезти ее в Таиланд? Или как он планирует жить с ней? Она в Москве. Она не похожа на человека, который улетит в Таиланд и будет жить на пляже. Она явно в Таиланд не поедет. Да, может быть, там на пару недель она готова поехать, но, наверное, не на всю жизнь. А вот эта любовь с тайкой? Ну, не столько, сколько любовь, наверное, сколько духовные больше, наверное, какие-то интересы, я думаю. Вот, послушайте, что для вас духовность? Вы говорили на разных языках. Нет, когда не нужно ничего говорить, нужно даже не говорить на разных языках. Я разговариваю на тайском. Это когда телесность говорить не надо, а когда духовность, нужно разговаривать. Глаза и драматинок души. А при чем здесь это нет? Душа и духовность, это разные вещи. Да, согласен. Дух и душа, это разные вещи. Что вы спорите? Вы же полюбили, я как правильно поняла, за ее красивый внутренний мир. Конечно, за все это считали. А как вы его узнали? Все-таки, наверное, искры из глаз не было. По-русски внутренний мир никак не было. Роза, запах фруктов, пальмы, нега, расплавленный. Это внутренний мир. Да, это для мужчин духовность внутреннего мира. Я так думаю, что она на фоне русских девушек безбашенных тиха, нежна, внимательна. Вот поэтому, да, сравнивая? Да. Там все поскромнее намного. Почему же все-таки в ней не хватило для того, чтобы вы ее довели до ЗАГСа? Ой, ну, у меня не было в планах в ЗАГС везти. Не было в планах того времени. А сейчас планы изменились? Сейчас хотите, правда? Я же ищу, я же говорю, что ищу, чтобы были искры из глаз. Вот этого хочется. А вот сидит Снежина, даже у меня искры из глаз. Снежина я посмотрел. Очень замечательная девушка. Очень замечательная. Но вряд ли, правда, она поедет с вами в Таиланд. Девушка космос, я бы сказал. У нее подсознание очень развитые глаза. Да, вы знаете, когда я лежу и мне делают массаж, вот в частности и в Таиланде, мне говорят, ой, вам, наверное, и 20 лет. Я говорю, нет, не 20 лет, 32. А, ну да, смотришь вам в глаза и понимаешь, что вы взрослее. Единственное, что меня выдает, это умный взгляд. Но вот, кстати, по поводу искр, я не знаю, какие искры вы ожидаете. Я думаю, я не сразу, я образно сказал. А как вы подсознание рассмотрели? Или это просто такой комплимент, который вам удавалось впаривать всем девушкам до сих пор? Нет, и у вас в глазах я тоже очень много что-то вижу. Ну что вы! У нас одна невеста. Снижение, в ваших планах есть что-то о перемене места, жительства? Нет, вы знаете, Москва меня полностью устраивает, но вот я только что вернулась из Таиланда, я подумала, чтобы там сделать еще один продакшн, чтобы была возможность отдыхать и тут же работать. Вы согласились бы? Нравится Таиланд? Ну я бы там отдыхала только. Отдаленный такой островочек, в открытом море. Ну может быть, если мы родим ребенка, и вот первые планы вот как-то там в расслабленном состоянии, можно было бы, конечно... Не все время же там хочется находиться, это все по состоянию души, я считаю. Андрей, я поняла, что вы хотите от жизни, а чего не хотите? Вот каких сюрпризов от жизни не хотите? Да у меня так все хорошо и в порядке, что как бы я... Мне кажется, осталось столько найти, наверное, счастье любимое. Скажите, а что будет не позволено женщине, потому что в вашей голове уже, наверное, смешалась тайская ментальность, девушки там такие, здесь сякие, не будет у вас не такая раздражать? Никогда не ссорюсь, я никаких вообще не вижу конфликтов, ситуаций, условий вы не будете ставить жене. Какие условия? О чем вы говорите? Андрей вообще на самом деле очень свободный в общении человек, очень спокойный, но ему нужно внимание. То есть он будет делать то, что я хочу, а она будет делать то, что он хочет. Каждый будет жить по-своему. А что это вообще такое? Это вот желание получить какое-то моральное раскрепощение или все-таки там действительно бизнес можно неплохой строить? Я думаю, все вместе, все, что ты перечислила, но... Душевность, все-таки спокойствие там обретаются, монахи, все, и постоянно экскурсии. Нет, там просто хороший климат, давайте скажем откровенно. Фрукты, относительная дешевизна, свободные нравы, люди, приезжающие на отдых, приятнее, чем... Все по-другому. Я про свободные нравы тоже думала, что это тоже имеет место быть. Но и вам это рассказывать, правда? Снежана сильный человек, очень сильно, она прям младшинка. У меня нет слов, я не хочу говорить, так как же вы сильного человека такого пытаетесь в Таиланд заманить и удержать? Как думаете, она там чем занималась? Нет, он будет здесь служить ей верой и правдой, если Снежина на него обратит внимание. в Таиланде другого человека оставит, чтобы он что-то там делал. А вы будете рядом сумки носить, правда, и по гастролям ездить? Ой, я думаю, что телепроект там все-таки будет, я думаю, интереснее. Покажите сюрприз. По традиции, в Таиланде жених перед церемонией дарит такой кубок с лилиями, который содержит мин и рис, что после приобретают другой характер, но это все в церемонии. Это тебе, я тебе подсылаю. Спасибо. Спасибо большое. Вы можете пройти в свою комнату. АПЛОДИСМЕНТЫ Елена, Татьяна, получше, деликатнее, какой-то более спокойный, ну, что-то... Одарил меня сразу, да? Да, душевненько, то есть, ну... Ну, хотела Снежина спокойствие, вот, в принципе, она в кандидате его и получила, но мне кажется, это уже слишком большая доза спокойствия, все-таки Снежина, я думаю, через две недели там отдохнет, массаж вдоволь получит и заскучает. Ну, мне кажется, он немножко лукавит, при том, что он весь такой, вот, его все устраивает в женщинах, он в любом случае что-то выдаст, то есть, невозможно, чтобы... Ну, конечно, нет, ну, то, что подружки, так о нем хорошо говорят, это большой плюс. То, что он соглашается, что ему уже этот Таиланд 300 лет не нужен, это здорово. Вообще, влюбленный мужчина, когда ты видишь, что реально ему нравишься, ну, это же приятно. Ты знаешь, я считаю, что наш Андрей подходит ей просто на 100%, потому что он сильный, Андрей и Андрей. Но в Таиланд он вернется, потому что там круто, там все дешевле намного, чем здесь, там тепло, не нужно покупать шубу, енотовую. Не сватар, понимаешь? Ну, конечно, все дешево, просто-напросто. И он сказал, что хочу там жить, но не хочу с тайкой, хочу с русской. Ну, правильно, на гишом будет всю жизнь бегать там, это, и детей одевать не нужно, сами прокормиться, там, а что там, уже жарко все время, фрукты-то, говоришь, дешевые. Не поняла, что это было, сватовство, не сватовство. Конечно, сватовство. Он просто предложил... Не, мне такой парень непонятен, а что непонятнее, не могу рекомендовать. Я считаю, что личное дело каждого, где ему жить. И на самом деле, это земной мужчина, этот тип темперамента вам близок, он чуть-чуть больше растекся, чем это было нужно, чуть меньше показал он здесь той статьи, серьезности, и вот такой надежности. Но в потенциале это все есть. Козирог. И у него очень сильное, такое очень потенциальное для мужчины соединение Марса и Юпитера в Деве. Он не лентяй, не ленивец. Поэтому рассматривала. Ну правильно, не от далекого ума, извините, подарил вообще никчемно ничего. Не вот эту... Роза, ты что? Ну, на души. Не цветы оборваны не поставишь никуда. Прям молодец. Очень красивый. Роза, на души. И что? Розе хотелось больше цветов. Она же сразу сказала, где будет нам подарки из Таиланда. Впереди у нас третий жених, и выбор своей судьбы не пропустите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Снежана, очень приятно познакомиться. Пойдемте. Пойдемте. АПЛОДИСМЕНТЫ А трюк-то с именем Снежана и Снежина не прошел. Не проканал. Не прошел. Ну, солидный, смотри, какой, Женя. О, дядя. Меня зовут Андрей, это мой друг Андрей. Привет. Здравствуйте, Андрей. Андрей, все загадываем. Да, все много Андреев. Хорошо, давайте на вас посмотрим. Андрей, 30 лет. Генеральный директор крупной торговой компании. Занимается продажей женской одежды. Предупреждает, что разбрасывает вещи по дому. Владеет виллой в Подмосковье и мечтает купить отель в пригороде в Австрии. Возлюбленная Андрея после двух лет совместной жизни собрала вещи и уехала домой, не объяснив причины. До сих пор не понял ее поступка. Надеется, что у Снежины нет тараканов в голове. Что скажешь о Жюхе? Какие шансы у него на Снежину? Да, шансы есть. Просто отношения, это всегда обмен идеями, энергетикой, эмоциями, чувствами между людьми. Я думаю, что в случае с той вашей девушкой произошло вот что. Она обнаружила, что в какой-то момент времени вы не очень готовы меняться. Вы человек достаточно закрытый. И при том, что, может быть, и чувства, не всегда готовы откровенничать идеи свои при себе, держите. В общем, одиночка. Все решаете на свое усмотрение. Наверное, женщины уважают таких мужчин, но в какой-то момент времени начинает недоставать отдачи, что ли. Не в смысле материальной, естественно, а какой-то энергетики, вот того самого энтузиазма, которым влюбленные обмениваются. Вот, вероятно, она и не выдержала. Руки опустились, такая подпитка отношений закончилась. Но, возможно, в следующих отношениях будете пылать, любить и отдадитесь полностью. Вот этот жених не Ларис Понятин. Чем? Коренной москвич, у него вот дом есть, машина есть, работа есть. Все ясно, в общем-то. Симпатичный. Да, симпатичный. Да. Поэтому, вот единственное, может быть, там повыясняем, я думаю, что ничего страшного там нет, что это от вас девчонки-то бегали. Она сказала, что в наших отношениях что-то не так, и, наверное, нам надо с тобой пожить отдельно. А на вопрос, что не так, ответ был, я не знаю. Я не знаю, да. И дело в том, что мы с тобой ни разу не поссорились за два с половиной года, а это ненормально. А она так с тоской не поглядывала на безымянный палец в пустое время? Нет, не поглядывала. Ну, вы должны были догадаться, конечно, что нужно. Нет, был вопрос об этом, но она категорически была против такого. Она сказала, еще рано, давай попозже. Потом она ушла. Вы делали ей предложение, она сказала попозже? Ну, не прям делала предложение, но обсуждался этот вопрос. А, ну, то есть ты что, хочешь, чтобы я женился на тебе? Вот так? Нет, 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 может, не так. Я говорил, что надо уже как-то заканивать, переходить на другую стадию отношений. На это я только слышал, что еще рано, давай попозже. Ну, хорошо, вот она, нервно собирает свои сумки. При вас или вы пришли уже? Там записка. Нет, при мне все. Она еще просила перевести ее с вещами. Вот просто смотрели фильм. Нет. А Зури здесь тихий. Вдруг она срывается. Нет. Она до этого сказала, что нам надо пожить, и где-нибудь через недельку, через две я съеду с вещами, надо пожить отдельно. И она переехала. А может быть, она закрывалась в ванной, включала воду, с кем-то разговаривала, думала по мобильному. Нет, ничего такого. Может, у него кто-то там появился? Все такое. Возможно, так, но... Ну, задали бы ей вопросы. Я задал все вопросы, на все вопросы был ответ, точно не знаю. Ну, такой, смотри, он прям холененький весь такой, да? Весь такой... Добрый. У него бровки домиком. Губки байки. Вы не обрадовали, что она ушла? Знаете, изначально я как-то... Облегчение не испытали? Облегчение испытал спустя там несколько дней, наверное. Первые дни было как-то сложно, а потом как-то я подумал, что ну, ушла и ушла. А может быть... То есть я сделал все для того, чтобы она не уходила, но она взяла и ушла. А может быть, там были проблемы-то не в отношениях, а вот уж извините, может быть, вот когда вы горизонтально... Знаешь, как в еврейском анекдоте. Мощи, ты знаешь, все эти годы то, что мы считали за оргазм, оказалось астмой. Нет, наоборот, там было все так, что я имел полное право уйти, отойти в сторону. Но она же захотела вернуться через три недели после всего этого. А уже обратного пути нет, потому что... А что не устраивало? Меня не устраивало много, я не видел какой-то взаимности. То есть мне иногда требуется какой-то, ну, совет, да? Я спрашивал совет какой-то, который, ну, у кого еще... Не знаю. На ответ, на все ответ был, не знаю, ты умнее меня, ты больше знаешь всего. Вообще другие слова-то знают. Я поняла. Значит, вот этот дисбаланс, нарушение обмена было с ее стороны, а не с вашей. Потому что я предположила, все-таки Скорпион, несколько планет Козероги. Вы человек достаточно закрытый, но вероятно... Нет, я был, наоборот, открыт. Я всегда спрашивал, что не так. А она, значит, еще более закрытая. Значит, она еще более спокойной, закрытой оказалась, нежелающей отдавать. Она подроскопу. Лев, наверное, тоже сыграл, наверное, свою роль. С армейском и слюмом. Мне кажется, он такой, не это... как-то такой... не гулящий, скажем так. Да нет, но он нормальный, по-разному, устоявшийся абсолютно. Да, ну, он гулящий. К новым отношениям готовы? Я всегда готов. Хорошо. Вот мне очень нравится Снежина, она моя землячка, мне не хотелось бы, чтобы она мыкала бы горе с вами. Вот о своих недостатках немножко. Недостатки? Ну, ленивый. Это, наверное, главный недостаток. А так больше... Вы работаете, вы сейчас тут наговорите. Вы работаете, неплохо зарабатываете. Ленивый вы имеете в виду, если когда вас просят, вы отдыхаете, куда-нибудь так активно включиться, а у вас другие планы? Наоборот, я всегда включаюсь. Ленивый, это поспать в воскресенье до 11 или две недели не выходить на работу? Нет, это поспать, скорее всего, до 11, когда думаешь, что можно... То есть, да, больше так, наверное, нет недостатка. Можно с большей пользой провести это время. Мне как-то все нравится, девчонки. Может быть, вы попытаете Андрея? Снежина действительно нам лучше известна, но как, Андрей, вы относитесь к яркой личности, то, что Снежина всегда на виду, что у нее много поклонников, что достаточно часто... Действительно, она носит яркие вещи. Вы ревнивый или все-таки разрешаете... У него магазин модной женской одежды. Вы понимаете, да? Да, и... Так, на минуточку. Ой, полный карман. На шейке будет не пластик, а будут лучшие друзья девушки. Нет, я абсолютно не ревнивый. Может быть, я был когда-то раньше, там, лет пять назад, когда совсем был молод, ревновал. То есть сейчас я абсолютно без ревности. А то, что девушка старше вас на два года, ну, хорошо выглядит... Никогда в жизни бы не сказать, не сказали, что... Да, абсолютно... Вы выглядите старше гораздо, да? Мало же меня. А выглядит гораздо старше Андрюхи. Я не знаю, что может быть вообще общего между такой разницей в возрасте. А может быть, человек настолько закопался в своих проблемах, что все? 24 года и 32 года. Зачем он себе с проблемами? Возьми нашу Андрею. Она хорошо выглядит, она летла. Выбери нас. Покажите, пожалуйста, сюрприз. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я сразу хочу предупредить, я не им мясо. Я думаю, что это будет более приятно, чем мясо. О, как здорово! АПЛОДИСМЕНТЫ Предыдущие женихи... АПЛОДИСМЕНТЫ Только не говорите, что вы это делали сами. Я делал сам, я умею готовить. Как вам очень нравится. Мне вот улыбается вот это, да. А что это, хоть скажите вслух? Давайте я вас покормлю. Это, видимо, сладкие роллы. Да, это вкусно. Правильно я понимаю? Ну давайте. Абсолютно безвредные. Смотри, она вам угадала. Через жилду сейчас найдет. Спасибо, мне понравилось. Как все, кто хочет. Можно так все попробовать? Спасибо. Красота. Спасибо большое. Это удалось. Спасибо большое, парни. Проходите в свою комнату и скоро узнаете, кого Снежина выбрала. Елена. Вот действительно, чтобы не сглазить, очень положительный молодой человек. Мне кажется, прям самый достойный кандидат из всех троих. Из собой хорош, правда? Из собой хорош. И, ну, хоть это и действительно, Снежина говорит, это неважно, но тем не менее, свой бизнес зарабатывает хорошо, готовить умеет. Ну, я думаю, она тебя ругать не будет за то, что ты кровь и будешь проливать. Снежина. Очень целеустремленный, много работает. Ну, подумаешь, разбрасывает вещи. Я тоже этим грешу. Иногда не всегда хватает времени собраться. И меня поразило то, что он приготовил, действительно, очень вкусно. мне тоже очень понравился Андрей. Если у вас хватит душевных сил, вы достаточно взрослые уже. В этом возрасте нужно о себе рассказать, что вы любите, чего не любите, потому что у вас нет времени столько, сколько у 20-летних для притирки. Вы уже готовые личности. Если научитесь на многое закрывать глаза, многое мимо ушей пропускать, не обращать внимания, чтобы не получилось, как у вас перед этой свадьбой. Все-таки, Снежина, при том, что вы мне очень нравитесь, правда-правда, немножко нужно себя уже усмирять. Да, вы правы. Просто самой себе говорить, стоп, я хоть и красавица, хоть и писаная, но никто нас не должен любить черненькими. Для начала первые годы постарайтесь в себе вот эту пушистость, белую пушистость, взращивать. Ну, я считаю, что Андрей парень просто находка. Что тут обсуждать? Ну, сейчас, конечно, скажет нам какую-нибудь гадость Василиса, нет? Да я, по-моему, самый добрый среди вас здесь вообще герой этой программы. Нет, ну вот мы иногда говорим, какой парень, какой... Нет, он вот как дараком во льве. Ну, так вот, о раках во льве. Андрей мне тоже очень понравился лично, но астрологически я понимаю, что он человек тяжелого характера. Вот, ну... Он скрытный, он человек, который висит в своих эмоциях и не поспешит этими эмоциями делиться. При этом, правда, всегда будет носить маску такого внешнего приличия. Он нам его здесь, в общем, демонстрировал. Вот все, тебя раскололи, раскусили. Если не скатится совсем в формальность, если сможете его расшевелить на какие-то живые чувства, то будет вполне благопристойным и правильным партнером. Но я боюсь, что вот самого по себе условный рефлекс приобретайте, я научу. Ну что, ты как готов? Я, да. Потому что она зайдет сейчас сюда. Готов всегда. Татьяна и Елена. Я смотрю, вы в таком настроении хорошем, значит, уже знаете, кого будете советовать. Да. Достойный. Мне кажется, ближе всего и больше всего подходит Андрей. Последний. Для них. Мне тоже очень понравился последний кандидат Андрей. Я думаю, я прям действительно удивлена, насколько пока он в себя выразил как подходящий пар и действительно наше снижение. Снижиночка. Я очень благодарна вам за всех трех кандидатов, потому что было из чего выбрать. Богатый выбор. И я думаю, что я уже знаю. Если она зайдет, ты выйдешь за ней? Выйду. Выйду. Что не выйти? Конечно же, второй Андрей. И то, что Василиса сочла за недостаток, вот это его закрытость, вот такой темперамент, то, что он весь в себе. Мне кажется, для артистки, для женщины, которая занимается тем, чем занимаетесь, вы именно такой мужчине и нужен. Представляете, вы из этого шума, гамма, приезжаете домой, а там такой же рефлексирующий. Сойдете с ума. Поэтому, поверьте моему опыту, вот Андрей, это для вас в десятку. Ты готов к тому, что она сейчас сюда зайдет и все, вы отсюда уйдете? Да, я готов к тому, что она зайдет. Я думаю, что жди. Ну, я, разумеется, вам посоветую тоже последнего нашего жениха, второго Андрея. Он произвел на меня впечатление и, на мой взгляд, астрологически тоже вам подходит. Но еще раз скажу, хотя Лариса считает, что он не рефлектирующий, как раз наоборот, на мой взгляд, он очень переживающий, многоосмысливающий в себе, и вам придется с этим столкнуться. Но, наверное, это интересно. Поэтому, Андрей, последний. Я думаю, вы уже в нетерпении, поэтому вперед, бегите к своему мужчине, а мы вас поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс-ы к номерам по телефону 4-4. Полина, 21 год, номер 1941. Дизайнер-фрилансер, занимается верховой ездой и спортивной стрельбой. Никогда никого не осуждает, ищет мужчину, который сможет ее заворожить. Ирина, 32 года, номер 1942. Руководитель отдела продаж. Помогает коллекционировать маме антиквариат советского периода. Познакомится с блондином, который не пасует перед трудностями. Мы не знаем, выйдет Снежина одна или с избранником. Выходите, давайте ее поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ Не вкладывай. Ну что вы так заметались? АПЛОДИСМЕНТЫ Привет! Еще раз. Решила зайти к тебе именно, потому что ты мне очень понравился. Мне понравилось то, что ты очень целеустремленный. Ну что, землячка, рада за вас. Давайте поближе ко мне. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас есть пара Снежина и Андрей. Если вы тоже хотите обрететь свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс именем героя на номер 4-4. Я Ларисе Гузееву желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай позенимся. Спасибо, удачи. Из каких вообще? Из 90-х? Да, есть 90-х. Откуда у вас такие ранения? Там открывается, там лежит коробочка с колечком. Короче говоря, любите вы внешние эффекты. Ой, какая доступная девушка. Нет, напротив недоступная. Сразу повелась. Сам ты, сам ты гуляй на свой пляж И дам себе сам делай массаж Из вот таких гастролюш жены никакие. Любовница хорошая. Не правда. Да. Иван, ну вы, конечно, яркий перец. Женщинами-то избалованные, свастолюбец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова